Амар Мэнде. Жители планеты Амар Мэнде. Мой любимый город Улан-Удэ. Это первая звезда, которая заходит или восходит на горизонте. А вот это радуга в начале ноября месяца. Аномалия. Да, аномалия. Вот ее видно слева. Ну а справа хитер и летает. Ну а здесь мы идем в темноту. Вы знаете, это вечер. Примерно где-то в 18.30. То есть 6 часов 30 минут. Полседьмого по местному времени. Это темнота города Улан-Удэ. Если не знаешь город, ты просто потеряешься. Не поймешь, что где ты едешь. Пешеходов не видно. Почему так происходит? Почему такой свет встал? Почему город впал во мрак? Еле-еле светящийся фонарей. И то вот этот свет, где трамвайные линии, автомобильные дороги. А в остальных между дворами, между там, не знаю, переулками. Практически света нет. Если он есть, он тусклый-тусклый. Как будто бы не на 220, как бы вот эта энергия, а всего там, ну не знаю, сколько там ват дают. Но это мрак. И такое чувство, что весь мир во тьме, во мраке. Как так-то? Никогда такого не замечала, чтобы вечерний наш город Улан-Удэ был в таком мраке. Это город. Да. Я все время думаю, когда же наступит свет. Свет с правдой, с праведливостью. Ау, люди, вставайте. Включайте этот свет. Остану-ка бабушкина. Включ whiteway. Включайте этот свет. У нас еще есть время осознать, пересмотреть личные качества. Первый шаг – это критика, осознать, кто я, кто мы, кто наши дети, какое будущее будет у наших потомков, достойна ли старость у моих родителей, будет ли у меня достойной жизнь на старости лет, кто и что нас сделало такими, если у нас отбирает последние права на счастливую, мирную, достойную жизнь. Давайте разбираться, кто в этом виноват. Мы все знаем, это система власти. И что же нам тогда делать? Как быть? Как быть? Быть или не быть – вот в чем вопрос. Я выбираю быть. Бороться за достойную жизнь нашего будущего, наших детей. Адрикстан Продолжение следует... 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 Вы видите работника, который осуществляет сферу деятельности без маски, без перчаток, составляете протокол отношения физического лица, параллельно составляете протокол отношения должностного лица. Народ, это живая нефть. Платите налоги, чтобы содержать вот такие мобильные группы. Спасибо вам за просмотр. Возможно, кто-то со мной и не согласится. Но уже нас больше, которые проснулись и понимают, что вокруг творится.